Всем привет! Меня зовут Людмила Булдакова, я партнер проекта Дай себе шанс. Эту планерочку я готовила для своей структуры и сейчас вот под запись, включила запись, проведу под запись для вас. Надеюсь, что информация будет для вас полезной, особенно тем, кто на старте, кто только присоединился, тем, кто принял решение активно начать работать в бизнесе, эта тема будет очень полезной, очень нужной, очень важной. Итак, стартуем. Тема занятия «Мечта, цель, карта желаний». И наша сегодняшняя тема будет посвящена тому, о чем пишут 100% книг по бизнесу и процветанию, о чем говорит 90% спонсоров в бизнесе MLM и что не делает 99 дистрибьюторов, откладывая в ящик под названием «Потом» или «Завтра», и это важная составляющая вашего успеха, цель и мечта. Конечно же, это главная тема, прежде чем начинать какие-то действия, да, нужно знать для чего. Я знаю, что вы это 100% знаете уже и уже неоднократно слышали, что постановка целей и желаний – это то, с чего надо начать. Тогда вопрос, если знаете, то почему не делаете? Я знаю, почему. Я сама была такой, я понимала, что это надо, но руки не доходили. Я понимала, что это надо, но некогда было посидеть и подумать над этим серьезно, так как я была очень занята построением бизнеса. А для чего? Потом точно скажу, думала я, когда сделаю. Так вот, бизнес, он никуда не двигается без цели, без мечты. Будут проходить одни и те же действия, но не будет результата. То есть нужно знать обязательно, к чему стремиться. Помните, если у вас нет четко сформулированных собственных целей, вы будете реализовывать цели других людей. Не верите? Посмотрите на 90% людей, которые в 8 утра идут на работу, потом подумайте, они об этом мечтали. Посмотрите на 90% дистрибьюторов, которые превратили свой бизнес в простую, рутинную в виде продаж по каталогам, соцопросов, звонков, встреч и так далее, работу. Но без цели. Когда мы видим, что происходит. Происходит действие ради действий. Или по-другому можно сказать, имитация бурной деятельности. То есть мы работаем, вроде бы как работаем. Вот посмотрите, мы работаем, где же результат. Обязательно подумайте над этим вопросом. Итак, если вы уже какое-то время в бизнесе, 5-6 месяцев минимум, чаще это год или даже больше, и при этом вы до сих пор мечтаете, закрыли ранг лидера, даже если директора, может быть даже золотого директора, или даже бриллианта. Но вам при этом скучно на презентациях и школах, потому что вы уже это слышали минимум 100 раз. Или вы с неохотой идете на очередную конференцию компании, или что еще хуже, вашему спонсору вновь приходится объяснять важность этого мероприятия. Или вы сегодня не можете себя поднять на контакты с новыми людьми, встречи, звонки. То абсолютно точно, на 100% забыли, зачем вы пришли в этот бизнес. Вы потеряли точку фокуса вашей мечты, а с ней и энергию. Энергии, друзья мои, не будет, если вы не видите, к чему вы идете. Если вы только пришли в этот бизнес и начинаете делать первые шаги, и вы уже написали цели, потому что об этом попросил спонсор, но они вас не греют, потому что они, как у всех, хочу машину, квартиру, миллион долларов на счету, через некоторое время у вас дописывается цель стать директором или бриллиантом. Может они вас действительно греют. И точно, это отлично, работайте над ними. Если же нет, тогда вы еще не решили, что хотите. Каждый новый человек приходит в бизнес, в его голове, как правило, есть только надежда иметь более насыщенную, интересную, наполненную жизнь. А вот как она выглядит, и что это, он не может описать. И вот именно эту надежду надо начать трансформировать в четкую картину мечты, в ее веру, в веру ее достижения. Если вы находитесь в одной из этих двух ситуаций, то прямо сегодня начните работу над своими целями. Иначе вы будете похожи на человека, который собирается собрать картину, состоящую из нескольких тысяч паззлов, но при этом у вас нет той картины, что это должно быть в итоге. Представили себе? Вот, только представьте, вы собираете этот паззл, день, второй, неделю, может месяц, и в этот, в один момент, он обязательно произойдет, вас посещает мысль, а тем ли я занимаюсь вообще, этого ли я хочу, а может я трачу время впустую. То есть конечная картина достижения вас не вдохновляет и не держит точку фокуса. Вы теряете желание, энергии, время и в конце концов веру. И однажды вы просто останавливаетесь. Так с чего же начать, чтобы кардинально изменить эту ситуацию? Как направить всю мощь энергии вашей мечты в реализацию ее на физическом плане? Задайте себе вопрос, какой вы видите свою жизнь через 5 лет? Какой она будет? Как у всех? Или яркой? На чистом листе формата А4 или красивой тетради пропишите свои цели и мечты. Опишите, какая это цель, что она для вас значит. Опишите ощущения в момент, когда вы ее достигнете. Когда вы начинаете это делать, вы включаете очень мощный механизм, который называется творчество. В тот момент, когда вы описываете на листе бумаги свою цель, вы думаете о лучших формулировках, о более понятных определениях, вы более четко начинаете видеть картину своей мечты. Вы становитесь творцом своей жизни, нарисуете свою жизнь, какая вот она у вас в будущем, как вы ее видите. Чтобы усилить это состояние, второе, что нужно сделать, это составить калаш, доску мечты или альбом мечты, в который вы вклеите фотографии, картинки, которые визуально показывают вашу цель, создавая цепочки образов. Все это дополнительно включает усиление ощущений через яркую визуализацию. Вот такая вот карта желаний, то есть ее можно прямо найти в интернете, набрать карта желаний, и вот такая вот карта, сюда вот в серединку помещаете свое фото, чтобы это относилось именно к вам, да, и это, друзья мои, работает на самом деле, если над этим работать, карту желаний вот такую составить, в принципе, не сложно, да, можно сейчас, ну, различные даже вот в интернете картинки поискать, да, вот именно то, что вы хотите, то, что вот вас вдохновляет, и вот эти картиночки поместить на карту желаний. Лучше, конечно, ее распечатать, повесить на видное место, ну, или хотя бы на заставку рабочего стола поставить, как обои, да, чтобы каждый день видеть это, чтобы напоминать себе об этом, потому что мысли, они материализуются, и заставляют вас действовать в этом направлении, когда вы помните о них, потому что у нас очень много отвлекающих моментов, которые просто, ну, заставляют забыть об этом, и все. А когда вы будете видеть это постоянно, да, вы будете постоянно об этом вспоминать, и думать об этом, и действовать именно в направлении своей мечты, своей цели. И третья техника, которая станет кульминацией работы над созданием, работой над вашей мечтой, запишите описание своих целей и мечтаний в аудиофайл своим голосом, минимум 3-5 раз в день прослушивая их, тем самым программируя свое подсознание. Это тоже классно работает. Есть даже, да, такие, как бы, поговорочки, да, ну, сравнение такое не очень приятное, да, если человеку говорить постоянно там, ну, что, ну, какой он, да, то есть обращаться к нему постоянно, он это слышит, да, и может как в лучшую сторону принимать это, как и в худшую сторону. То есть если вы общаетесь с теми людьми, которые с вами, ну, в принципе, вас не любят, да, не уважают, не ценят, и слышите от них свой адрес, какие-то слова, да, то у вас это закладывается. Если вы общаетесь с теми людьми, да, 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 если вы общаетесь с теми людьми, которые вами восхищаются, которые вас уважают, ценят, и тогда у вас закладываются эти слова в голове, и вы становитесь еще лучше, то есть вы стремитесь еще лучше быть для этих людей. То есть понимаете, да, что голос, осознание того, что вы слышите, это, ну, как бы, передвигает, подвигает еще больше цели, да, и это здесь также работает. Это все в комплексе усилит ваше видение и концентрацию на вашей цели. Вы можете очень легко и долго держать ее в фокусе, думая о ней, ощущая ее. Это один из главных секретов достижения целей. Это как привычка, понимаете, она, привычка вырабатывается за 21 день, да, вот хотя бы 21 день, хотя бы 21 день вот это все проделать, и это уже войдет в привычку. Только после того вы сможете вывести эквивалент денег, который вам понадобится для реализации мечты. А уже после этого вы сможете привязать к этому и квалификацию в Арифлейн, при достижении которой вы будете иметь необходимые финансы и для реализации вашей мечты. Именно в такой последовательности это и будет эффективнее многократно. Сделайте эти задания, и ваш бизнес превратится в удовольствие, так как будет наполнен мощной энергией ваших желаний. И сделайте сегодня, что первое, это описание ваших мечт на бумаге, а второе, это калаш, и третье, аудиозапись ваших мечт. Начните работать с этим в ближайшие 90 дней, выполняйте действия, которые необходимы. И вы увидите, как все начнет меняться в ту сторону, в которую вы хотите. И вот, посмотрите, план достижения цели вообще. Есть сначала мечта, да, потом цель, потом план, план составляем, да, и, конечно же, действия. Получаем результат и начинаем мечтать о новой, о чем-то новом. И вот в таком круговороте ваша жизнь будет меняться, будет меняться в лучшую сторону, да, потому что ни один элемент не должен выпасть из этой схемы. Мечта, цель, план, действие, результат. Опять мечта, цель, план, действие, результат. Вот по такой схеме вы будете расти по карьере, вы будете расти по своему финансовому состоянию, и другие мечты, другие цели, какие-то жизненные, жизненно важные. Это может касаться семьи, здоровья, общения, саморазвития. То есть, все здесь вот крутится вот в этом круговороте. Мечтайте о невозможном, конечно же. Знаете, что вы родились в этом мире, чтобы сделать что-то прекрасное и уникальное. Не позволяйте этой возможности пройти мимо. Дайте себе свободу мечтать и мыслить масштабно. То есть, не думайте, что здесь какой-то есть предел, да. Мечтайте, как в детстве. В детстве мы не знали, да, что есть такое слово невозможно, да. Это какие-то неудачи, какие-то неудачные попытки, да, заставили нас так думать. На самом деле нет ничего невозможного, даже небо не предел. Поэтому обязательно ставьте крупные цели, крупные, мечтайте по-крупному. Вот такая вот у меня мечта. она у меня везде тоже на всех страничках уже засветилась. Это вот чудесный такой вот остров, да. Пребывание там стоит очень дорого. Скажем так, ну, боюсь озвучить даже, сколько это стоит пребывание. Но я посмотрела уже в интернете, нашла, сколько это стоит. Это, ну, уровень, как минимум, исполнительного директора. Вот на премию можно туда на недельку съездить отдохнуть. Вот. То есть, я понимаю, да, сколько стоит мечта, чтобы вот всей семьей отдохнуть в таком местечке недельку, да, то это вот нужно делать определенные действия, конечно же, для этого. У каждого мечта своя, ну, а техники вашего бизнеса и его секреты мы будем разбирать на следующих занятиях. Обязательно зайдите на мой канал YouTube, подпишитесь на видео и оставляйте свои комментарии. Найти канал YouTube можно Людмила Булдакова, просто вы набираете в поиске YouTube и выйдет мой канал. Подпишитесь, смотрите новые видео, размещаю там записи наших вебинаров, наших занятий. Будьте в курсе. И внимание будущих директоров. Если вы хотите стартовать быстро и качественно, для вас у нас работает группа ускоренного роста. Что это? Это быстрый карьерный рост, доступ к специальному обучению, серии лидерских вебинаров, более плотное сопровождение команды, наставников, скайп-чат, гур, дополнительные акции, подарки от ваших лидеров, подарки от компании, конечно же. Единственное условие вступления в группу ускоренного роста, это разместить заказ от 50 баллов и выше. Ну, вот здесь презентация старая была написана до 2 августа, но сейчас у нас это на каталог рассчитано, да, и выполнить условие, выполнить задание на нашем закрытом сайте, вы найдете задание для гур, то есть вы прям вкладочка гур, ее открываете, там задание выполняете и вас пригласят в чат гур, уже всем участникам гур, максимум через 6 месяцев мы гарантируем выход на доход от 1000 долларов. на этом моя презентация закончена, если есть вопросы, то пишите, буду рада ответить на них, сейчас запись пока отключу и поотвечаю на вопросы, если они будут. и поотвечаю